Всем привет! Как сказал как-то один анонимный любитель собак, чаще всего настоящий друг дает тебе не руку, а лапу. И с ним будет сложно не согласиться, посмотрев это видео. Поехали! Эта леденящая кровь история случилась в британском Портсмуте в январе 2018 года. В качестве объекта для нападения грабитель избрал дом пенсионерки. На встречу злоумышленнику бросился отважный десятилетний йоркширский терьер. Представьте себе, Лаки размером с пивную кружку сумела вмиг согнать грабителя до самого порога. Как после рассказала миссис Снеллинг, мне всегда попадались не слишком смелые мужчины, но я еще никогда не видела, чтобы столь громадный самец был настолько труслив. Похожая история произошла в феврале 2018 года с немецкой овчаркой Рексом. Пес остался на хозяйстве с подростком Хавьером Меркадо. Около полудня внизу послышался шум разбившегося стекла. Собака бросилась в разведку. После истошный вопль незнакомца. «Хозяин, забери собаку! Она меня укусила!» Нагнав страху на воров, Рекс сметнулся проведать Хавьера, который в шкафу вызывал 9-1-1. Злоумышленники последовали за ним. Рекс набросился на грабителей. Подоспела полиция, но один грабитель успел разрядить в пса четыре пули. Мальчик спасся, воры убежали. Чудом выжил и Рекс, получив тяжелейшее ранение в шею и ногу. Это видео было снято в магазине Сигар неподалеку от Лос-Анджелеса. Двое вооруженных грабителей ворвались с требованием отдать наличность. Но десятифунтовый чихуахуа Пако атаковал без промедления. Действуя по принципу «клин клином», пёс устроил злоумышленникам психическую атаку и, заливая слайм, набросился на громилу с обрезом. Да, Пако, хоть ты не атлет, но на деле истинный герой. А раз так, лови лайк от всех нас! В тот понедельник работник автозаправки Джастин мог бы и вовсе не вернуться с работы. Через рабочее окошко к нему обратился неизвестный с просьбой позвонить. Получив отказ, попытался проникнуть в помещение. К счастью, преданный друг Тор взял ситуацию под контроль. Неизвестно, кто первый додумался скрестить питбуля и боксера, но смесь в итоге оказалась настолько гремучей, что вооруженный злоумышленник спешно ретировался. И снова мы убеждаемся, когда нужно протянуть лапу помощи, чистота кровей, как и размеры, отступают на задний план. В августе 2017 года члены семьи Мюринов из Ричмонда, штат Вирджиния, вернулись домой в отличном настроении, как вдруг увидели кровавые следы на лестнице, полу и стенах. Стало ясно, их верный пес Оден защищал дом от грабителей. И это очень удивительно, ведь собака не агрессивная, обожает играть с детьми, позволяет им себя гладить. Произошедшее для него стало настоящим испытанием на реакцию, сообразительность и преданность. Ведь команды псу в отсутствии хозяев дома никто не отдавал. Что ж, преданность у этого четырехлапого в крови. В Ростове-на-Дону две сестры отправились в магазин за покупками. По дороге девчонки так увлеклись игрой с айфоном, что даже не заметили развязных парней, один из которых потребовал телефон. Проходящие мимо люди отворачивали взгляды, но, к счастью, к месту событий подоспела стая бездомных псов. Грабители позорно бежали, а собачки проводили девочек до магазина и были вознаграждены. Ведь если бы не они, все вышло бы совсем по-другому. Еще один герой нашего видео – французский бульдог Жюль. В отсутствии хозяина дома камера наружного наблюдения запечатлела редкие кадры. Поживиться чужими припасами нагрянуло несколько непрошенных гостей. Невероятно, но восьмикилограммовый Жюль, не размышляя о последствиях, бросился в атаку. Конечно, за такую необыкновенную смелость пес заслужил теплую ванну, обильное угощение и главный бонус – двухнедельную порцию хозяйских ласк. Нам у этих четырех лапых стоит поучиться еще верности и любви к близким. Ведь не каждый из нас готов рисковать жизнью ради другого. Думаю, эти истории достойны, чтобы ими поделиться с друзьями. До новых встреч!